Hey, how you doing? С вами Таня Старикова и онлайн школа английского языка Skyeng. Вчера был День России, поэтому сегодня будет супер патриотичное видео о том, как мы оставляем все русское, даже когда говорим на английском. Let's go, brothers! Спасибо за ваши комментарии по поводу домашнего задания под предыдущим видео. Мы очень рады, что вам понравился такой формат. Будем продолжать. Кстати, напомню, что вы можете пройти первое занятие с преподавателем в Skyeng совершенно бесплатно. Заниматься с преподавателем, конечно, намного результативнее, чем самостоятельно. Ссылка на первое занятие будет в описании, как обычно, и в верхнем углу видео. Ну и приступим к предлоге. Мы используем падежи, у англичан их нет, и они используют предлоги, поэтому мы по привычке просто забываем предлоги ставить, а надо. Например, по-русски мы говорим ждать кого-то и предлога здесь нет, а по-английски добавляется for, то есть ждать кого-то. И вот вам для ассоциации прекрасная песня диджея Avicii, которая сейчас на слуху. Дальше, когда мы говорим, что боимся чего-то, здесь тоже предлога в нашем языке нет, поэтому мы иногда ошибаемся и говорим, например, I'm afraid him. Не делайте так больше. Бояться чего-то по-английски to be afraid of something. Of. Обязательно. Вот, например, кадры с признаниями героев из Трои и Интерстеллара. Еще сложность возникает, если по-английски используется просто другой предлог. Например, мы говорим сердиться на кого-то, а по-английски to be angry with somebody. Например, не сердись на нее. Или ты сердишься на меня. Или боги сэндвичи сердятся на нас. Ну, в общем, с предлогами мы будем разбираться еще вечно, поэтому давайте разберем, какие еще ошибки мы допускаем. Тут все просто, не говорите так. Мне нравится что-то, правильно сказать Русских за границей часто считают невежливыми, потому что у нас просто принято говорить немного по-другому, поэтому запоминаем их правила и используем. Неправильно переспрашивать то, что вы не услышали словом «что?», «what?», так не говорят. Лучше сказать, типа, «Прошу прощения!» Excuse me, what? Excuse me? Или sorry? Excuse me, what? Excuse me, what? Excuse me? Excuse me? И в любой непонятной ситуации используйте слово please. Так вы будете звучать и больше, как носитель языка, и просто вежливее. Сейчас сосредоточьтесь. Как вы переведете, мы поговорили с папой. We spoke with my father? Нет. I spoke with my father. Вот вам доказательства из Твин Пикса. I spoke with my father. Теперь, кстати, вы можете говорить, что вы смотрели Твин Пикс. I spoke with my father. Короче, русские могут говорить мы и потом пояснять, кто это мы. Мы с другом, мы с собакой. По-английски это не работает. Мы это все мы. Если мы говорим we and James, то James как бы не в группе. Так говорят, чтобы показать пренебрежительное отношение к человеку. Он как бы не с нами. We and James. Так что просто привыкаем говорить I spoke with him. Me and somebody. Мы с тобой заменяем на me and you. Как раз по поводу слова and. В названиях англичане говорят не and, а n. Например, H&M, M&Ms. Иногда возникает путаница с тем, что у нас что-то в единственном числе, а по-английски это во множественном. Или наоборот. Например, мы привыкли считать, что новости это что-то во множественном числе. И часто, ошибаясь, говорим what are the news. Но в английском news это единственное число, поэтому What is the news? What's the news? What's the news? Oh, you wanna hear the news? Well, here's the news. What's the news? Oh, you wanna hear the news? Well, here's the news. А вот с полицией наоборот. Полиция это всегда множественное число. Например, полиция приехала. The police are here. И навсегда переучиваемся говорить No problems and no comments. Правильно, no problem, не проблема. И no comment без комментариев в единственном числе. No comment, no problem. To agree это глагол, неприлагательное. Поэтому мы не говорим I am agree. Мы говорим I agree. Это глагол. I agree. Я соглашаюсь. I agree. I agree. I agree. I agree. И такая забавная тоже чисто русская ошибка I feel myself good. То есть, я чувствую себя хорошо. Но... I feel myself это я ласкаю себя. А если вы хотите сказать, что я чувствую себя хорошо, I feel good. I feel nice. Like sugar and spice. I feel good. I feel good. I feel bad. I feel angry. I feel nice. Кстати, вы видели, как круто танцует Джеймс Браун? Вот такой огромный список. Давайте повторим правильные, безошибочные версии. Ждать кого-то добавляется предлог for. Бояться чего-то добавляется предлог of. Сердиться на кого-то в английском не на, а с. To be angry with somebody. Никогда не говорим very like. I really like this. Мне очень это понравилось. Если что-то не расслышали, то не что, а excuse me. И почаще говорим please. Wait, please, sit down, please. Будьте аккуратнее с местоимением мы. Me and you, а не we and you. Me and you, I spoke with him. Помним, что and в названиях читается как n. H&M, M&Dance. По поводу множественного и единственного числа. И в единственном числе Ну и, наконец, выбрасываем лишние неправильно поставленные слова. Проверьте обязательно, хорошо ли вы запомнили эти выражения на уроке, специально созданном по этому видео на платформе школы Skyeng. И пишите в комментариях, какие еще типичные русские ошибки вы знаете. Давайте будем самокритичными и самоироничными, но будем работать над ошибками. Ну а с вами была Таня Старикова и онлайн школа английского языка Skyeng. Goodbye! See ya! Skyeng. Английский где угодно, когда удобно.